Что будет, если хрустеть шеей? Что будет, если щелкать шеей? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных дней и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. А также, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. И попытался ответить на очень непростой вопрос. А именно, что будет, если хрустеть шеей? Либо иными словами, что будет, если щелкать шеей? И однозначного ответа на этот вопрос нет! Когда вам говорят, что хруст шеи означает, что теперь шейные позвонки стоят у вас правильно? Лукаве! Я бы сказал, когда у вас хрустит шея, либо щелкает шея, то у вас изменилось положение шейных позвонков. Вы ощущаете разницу? И если вы специалист высокого класса по мануальной терапии шеи, то с наибольшей вероятностью хруст шеи означает, что позвонки у вас теперь стоят лучше. Но далеко не всегда. А вот если вы любитель по мануальной терапии шеи, то здесь возможны варианты. Если ваш ангел-хранитель рядом с вами, то правильный ответ на вопрос, что будет, если хрустит шея? У вас улучшится состояние, устранится гипоксия мозга. Мозг получит больше крови, и ощущение гипоксии как раз приводит к тому, что человек хрустит шеей. Если же ваш ангел-хранитель оказался в отпуске, нагружали его разными событиями, в том числе и хрустом шеи, то у вас есть возможность оказаться кандидатом на главную роль в продолжении фильма «Голова профессора Доуэля». Иными словами, перелом шейных позвонков приведет к параличу. И из функционирующих органов у вас остается только один голова. А вот если ваш ангел-хранитель был не просто в отпуске, а на несколько секунд отвлекся контролировать ваши действия, то правильный ответ на вопрос, что будет, если щелкать либо хрустеть шеей, вы производите вклинение продолговатого мозга в спинномозговой канал, останавливается сердце и дыхание. И даже специалист, хирург высокого класса, находящийся рядом с вами, не сможет вам помочь. Иными словами, все закончится достаточно печально. Поэтому я бы советовал любителям в области мануальной терапии шеи не шалить. Если же вы уверены в своем ангел-хранителе, он у вас работает вместе с вами без отпуска, то правильный ответ на вопрос, что будет, пока вы хрустите шеей, вы будете лечить различные сопутствующие этому процессу заболевания. А именно, если у женщины регулярно появляется хруст шеи, иными словами, она пытается таким образом улучшить кровоснабжение мозга, то вот этого будет страдать ее мужчина. Иными словами, у такой женщины, как правило, присутствует предменструальный синдром, во время которого ее гипоталамус показывает, что он недополучает кислород, и многие питательные вещества, но он не говорит женщине, какие именно. Именно поэтому у женщины изменяется вкус, ей хочется то сладкого, ей хочется чего угодно. Вот тут она ищет мета вам научного тыка, чего не хватает ее мозгу. Соответственно, меняется ее поведение, и страдает ближайшее отдаленное окружение. Вопрос от степени дефицита питательных веществ, которые в этом случае получают мозг женщины. Страдает мужчина, страдают дети, родители, сослуживцы, страдает персонал в отпуске до тех пор, пока мозг женщины не получит все, что нужно. Либо не начнутся месячные, когда изменение гормонального фона теперь питательные вещества от органов малого таза даст возможность ими питаться и мозгу. Страдает от хруста в шее женщина, если хрустит в шее у мужчины. Как правило, нарушенное кровоснабжение органов выше шеи приводит к тому, что у мужчины ускоряется выпадение волос на голове. И часть мужчин к этому относится спокойно. Часть для части мужчин это создает психологическую проблему для них лично. У мужчины изменяется поведение, и здесь уже идет ответная реакция на женский ПМС. Если женский ПМС чаще всего это как минимум, вернее как максимум это полцикла, то облысение у мужчин создают психологическую проблему на более длительный срок. Также среди сопутствующих заболеваний я бы сказал наличие вегетососудистой дистонии. Которую некоторые не считают диагнозом, потому как она многолика. Нет устойчивой клинической картины, но есть характерные признаки. Когда мозг человека получает меньшее количество кислорода, воды и питательных веществ кровью, он имеет право реагировать на эту ситуацию адекватным изменением уровня активности. И если вам хочется иметь высокую работоспособность и вы не думаете, как накормить свой мозг правильно, то у вас раньше появляется усталость, которая может переходить в синдром хронической усталости. Вы даже можете попасть в депрессию. Все зависит от того, насколько вы понимаете правильное питание вашего мозга. А если вы эту ситуацию будете пытаться решить стимуляторами, то легко перейти из кабинета психолога в кабинет психиатра, потому что депрессия усугубляется. И гениальный рецепт был дан в этом случае, вернее для этого случая в фильме «Человек с бульвара капуцинов». Что будет, если хрустеть шеи и у вас есть ВСД? Там была гениальная фраза. Если женщина хочет, нужно дать. Иначе она возьмет сама. Она вас поставит на колени. Причем автомобилисты они в этом вопросе более правильно себя ведут. Иными словами, если автомобиль заправлен двумя литрами топлива, то они больше, чем на два литра требовать от автомобиля езды не имеют права. К сожалению, когда у человека хрустит шея, либо щелкает шея, там ведут себя по-иному и пытаются заставить мозг работать также по-иному. Результаты могут быть совершенно разные и абсолютно предсказуемые. Поэтому частично что делать, если у вас хрустит шея? Я уже рассказал в одном из видео. Поищите на моем канале видео, что будет, если хрустят пальцы рук, хрустят пальцы ног. Конечно же, суставы недополучают питание и в них развивается артроз. В шейном отделе может развиваться свой процесс под названием остеохондроз позвоночника. Могут образовываться грыжи, если межпозвоночные диски недополучают длительное время свое питание. Ну и нарушается кровоснабжение мозга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что делать, если у вас хрустит шея? Это будет одно из следующих видео на моем канале. Где я расскажу, как правильно использовать продукцию компании LR питьевые гели на основе алоэ с разными компонентами, которые в разных случаях при наличии хруста в шее могут вам помочь избавиться от этого не самого простого состояния терапевтическим способом, не экстремальным, но терапевтическим. И улучшить свой уровень здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья написать и опубликовать в следующем на своем канале. До новых встреч на моих каналах доктор Скачко и школа доктора Скачко.